всем привет с вами я роман и мы продолжаем сборку нашего нестана вот уже девятая серия сегодня я обещал вам собрать то что мы красили в прошлой части то бишь двигатель ходовку днище но сегодня я наверно все таки открашу салон а в следующей серии мы полностью соберем все чтобы у нас остался только корпус полировку корпуса я планировал ближайшие дни вам показать но не получилось я случайно уронил корпус мне пришлось там пару столов расчищать подкрашивать в общем я вчера только перекрасил этот дербаный корпус этот кузов вот и короче я его получается и буду опять сушить итак мы сегодня покрасим салон салон у нас будет в темных тонах я использую краски хама цвет am002 это черный матовый лак смывку черный от хамы также вот такой вот деколак донецкий вот тоже очень неплохой жалко сейчас что-то не видел в продаже очень хороший глянцевый лак на водной основе если кто-то увидит в продаже рекомендую пользоваться смывочка на него ложится просто замечательно но нам он понадобится для других целей и вот цвет am86 резина это самый темно-серый который есть у хамы но вот другого ничего скажем так у меня темнее сейчас просто нет я планировал какой-нибудь цвет черный вообще там почти черный короче я хотел два оттенка черного на соломке но лучше темно-серый и черный я думаю тоже будет неплохо и так приступим к покраске я сначала нанесу вот этот вот цвет am86 я его уже залил в аэрограф как основу остальное мы наведем черным и так как и тогда я наношу его легким напылом остальное потом я залью полностью всю поверхность этой краской остальное я черным под кисточку наведу я наверно не буду наносить в этот раз никаких масок так как это просто довольно будет напряжно так вот таким вот образом я вскрываю тухими слоями напылом я вскрываю наши детали также нам вот я можете видеть декальку достал нам она понадобится так как нам нужно будет значок на руль прилепить и нам нужно будет прилепить прибор красочка ложится просто отлично многие на хаму и ругаются но при нужном навыке работы с красками проблем никаких вообще не возникает так вот торпеду машу я тоже забыл я думаю вот такой вот темно-серый будет хорошо сочетаться с черным и у нас получится довольно интересная модель так я сейчас прохожусь вот по этой вот рулевой колонке с боковыми приколами которые здесь стоят кнопочки какие то честно я не совсем понимаю смысл этой всей конструкции ну что ж так теперь вот на наше задутая полу мокрым слоем наносим нормальный мокрый слой ну подумайте наркоман какой то про какие то мокрых полу мокрых рассказывает такое чувство что у нас идет разговор не о модели и окраске а о гульбуляторах ладно отставим наркоманские шуточки в сторону и вот такой вот у нас видите получается он блестит поверхность после чего она будет задута вся матовым лаком а некоторые места будут просто под кисточку где будет черным замазаны будут глянцем либо полу матовым давайте я когда открашу все я продолжу съемку перед нанесением лака и так мы продолжаем вот я наконец-то открасил все элементы салона мы их пока ложим в стороночку чтобы они сушились я пока что сделаю то что не успел сделать в прошлой части точнее просто запарился и забыл это замазать пигментами выхлопную кольгу вместо пигментов я буду использовать обычные пастельные мелки буду использовать два цвета это 43 и 45 название непонятное ну ладно и я ими кое-где подзамажу нашу выхлопнушку чтобы придать ей более реалистичный вид сейчас как вы видите я наношу этот вот первый оттенок тут меняется внешний вид нашей выхлопной системы также местами я может быть нанесу вот этот вот желтый чтобы сделать некий такой эффект выгорания вот таким образом намазываем его по поводу салона все получилось даже лучше чем я ожидал конечно на некоторых моделях у меня это все получалось намного лучше но здесь свою роль играет и то что я как-то немного нервничаю то что это скажем как мои первые сборки по моделям и так же здесь последнюю роль играет то что в принципе я я уже наверное разучился делать модели я этим не занимался последних полгода это все было связано с работой вот и только сейчас нашло время приниматься моделями так вот легко теперь наносим фигмента можем мы делать этим вот желтым и переходы главное чтобы она у нас была не однородная не одного цвета тогда если она будет одного цвета будет как бы она не тот эффект когда она у нас таких вот разных цветов она более реалистичный вид создает так вот мы чуть-чуть загрязнили сейчас немного загрязню наши турбины с выпускными коллекторами здесь бы конечно лучше подошли к Кудренице в Томеевске но к сожалению у нас в Донецке сейчас нету в единственном на сегодня работающем магазине по моделям и даже если бы они были у них цена сейчас абсолютно неадекватная поэтому я не вижу в них смысла как такового что это сделаю по стыльным футам ну вот незначительно изменили внешний вид нашей взлопной трубы сейчас отрячу пигменты и буду все задувать матовым лаком некоторые не ставят я задую матовым лаком некоторые глянцевым если есть какие-то другие переходы там другого цвета то я их потом просто дополнительно задую ну не задую а замажу под кисточку там другим лаком давайте я сейчас все задую основными лаками а потом когда буду наносить уже под кисть продолжим нашу съемку а кстати еще на руль вот здесь вот я нанесу одну такую маленькую декаль вот она у нас идет под номером 9 вот и вот здесь две приборки на правый или на левый руль нам понадобится 13 которая идет под левый руль продолжим после того как я нанесу декаль и задую все лаком и мы продолжаем покраску салона нашего Анистана я вот глянцевый лак задул исключительно сиденье чтобы сымитировать поверхность такую как вот кожа или кожзам и сейчас я все детали задул матовым лаком сейчас некоторые моменты закрашу глянцевым чтобы создать некий контраст также я вот на рубки на вот эти вот мелкие нанес смывку но ее здесь не особо хорошо будет видно итак сейчас я работаю с глянцем также я вот мне на камеру нанес декаль вот приборной панели я немножко ошибся с номером декаль должна была быть не под номером 13 и под номером 14 но это неважно итак наверное начал я с руля глянцем я закрашу вот этот вот значок clicker iZ декальку которую мы недавно вклеили а также вот этот вот сам обод руля я тоже сделаю глянцевым так аккуратненько к сожалению кисточка малость великовата я возьму кисточку поменьше и аккуратненько я замажу вот этот вот значок глянцевым лаком а также вот эти вот переключатели рядом оба я наверное тоже покрашу этой кисточкой как будет точнее кисточка два ноля это одна из самых тонких кисти самые тонкие что я встречал это три ноля но там не знаю что ими красить это наверное только на фигурках в таком масштабе глаза рисовать разве что вот итак вот такой вот у нас руль получился частично глянцевый частично матовый я думаю вам будет видно я его пока отложу в стороночку пусть он вскохнет теперь вот эта вот рулевая колонка с вот этими переключателями я здесь выкрашу глянцевым исключительно переключатели так как я нанес матовый лак получится структура знаете как у вот этого вот пластика в салоне с пупырышками вот то есть он вроде как блестит но в то же время он пупырышками так же косяк который я не исправил в свое время вот эта вот штука она идет вот с двумя этими двумя переключателями один под правый второй под левый руль вот я это в то время не устранил тупо ну 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 что поделать теперь уже с этим ничего не поделаешь также вот здесь вот я вижу какое-то маленькое табло вот вот такой вот у нас рулевая колонка получилась веселая и интересная так перейдем пожалуй к дверным картам дверные карты я прокрашу исключительно вот эту черную часть верхнюю плюс руки глянцевым лаком так вот аккуратненько есть ручка одна и есть ручка вторая вот так же сейчас вот эту верхнюю часть тоже закрашу верхняя часть у нас немножко я постарался как можно грубее положить структуру матового лака поэтому она у нас будет смотреться как структура и это нам очень очень на руку конечно не так реалистично как если бы я использовал специальную пленку которая для этого подходит но я думаю все равно получится довольно таки достойно и вот так вот получилось я думаю после высыхания будет смотреться более чем интересно то есть здесь не только цветами более темным более светлым можно создать контраст а еще и разными лаками это довольно интересное решение то есть оно помогает нам сметировать разную скажем так по структуре поверхность во многом делает нашу модель похожей на реальный автомобиль фото салона реального нисана в нормальном виде то есть в оригинальном виде я практически не нашел в основном там салоны или перетянутые или затюнингованные или в таком состоянии убитом что там просто ничего понять нельзя что должно быть глянцевое что должно быть матовое ну я решил сделать вот так то есть я художник я так вижу давайте я закончу с торпедой и вот этой вот задней частью покажу что я сделал и мы потом закончим с вами съемку сейчас пока я съемку на момент вот этой фигни выключаю продолжаем итак я вскрыл глянцевым лаком те места которые посчитал чтобы правильно вскрыть вот сидушки у нас уже были глянцевые вот они их сразу откладываем по основанию по вот этому вот тазику чисто вот эти вот верха пластмасса как вы видите я глянцем замазал и вот эту вот центральную консоль причем не полностью вот эти вот разные лючки там резиночки и прочее я оставил матовыми по дверным картам вот исключительно верхние части ручки у нас глянцевые все остальное у нас матом задуто вот со второй дверной картой приблизительно то же самое также вот то что я вам показывал рулевая колонка руль вот такой вот у нас получился интересный вот 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 такая вот здесь сильно крупно легли частицы матового лака ну ладно это не столь важно в принципе под стеклом его особо видно не будет вот у нас черная матовая осталась консоль вот и нижняя часть остальное у нас все в глянце вот и вот эти вот решеточки обогрева стекла я их тоже сделал матовыми вот такой вот у нас стол он получился сейчас я все сфотографирую и как и обещал в конце ролика выложу фотки деталей в следующей части мы соберем основу соберем стол он потом возможно будет видео по работе с остеклением а потом уже где-то через недельку будет полировка нанесение различных цветов надписи и прочее на те места на кузове на которых цвет кузова не красятся вот и наверное на этом сборка нашего Nissan будет заканчиваться также я в ближайшее время планирую закончить сборку Mitsubishi Zero и начнем пожалуй что-нибудь в 35 масштабе то это будет пока я еще не решу но скорее всего это будет Flag Panzer 1 от фирмы Dragon ну что ж на этом мы заканчиваем нашу серию смотрите мои видео подписывайтесь на мой канал вступайте в группу вконтакте ставьте большие пальцы вверх делитесь моими видео со своими друзьями и всеми кому интересен моделизм что ж всем удачи всем пока что подписывайтесь на подписывайтесь на подписывайтесь на